Есть, есть контакт. Ну что, уважаемые участники сопротивления, я знаю, что среди вас есть внедрившийся, ну вас вычислим, если что, так что ваше время придет, ваше время придет. Бес уже высматривает, высматривает на заставке Адвента, офицера готов. Ну фонарик бы выключил, дурак, ну фонарик-то зачем, ё-моё, с кем приходится работать? Так, ой, здрасте, пожалуйста, ой, у меня же много раненых, о-о-о-о-о, я строю, ну пока есть народ, если что, надо подумать над настраиванием взаимосвязей, поиск рекордов, правильно, сканим, соответственно, здесь, или даже идем в госпиталь, бустим, да? Да, бустим в госпиталь. Сканим в штабе, штабе заступников. Госпиталь 5 дней. Новая цель. 8 дней, отлично. Нейтрализуйте, можно захватить человека, разведданных дадут. 8 дней, большая карта. Гранатометчик, специалист, новобранный штурмовик, снайпер, пулеметчик, погнали. Минус отправки такого количества людей на миссию в том, что, ну, они не могут участвовать в ближайшее время. Мне нужно вернуть тех людей, которые, которые ранены, то есть ускорить процесс, так скажем, их восстановления. Для этого мы 4 дня в штабе заступников чекаем. Есть. Развед... Короче, секретное задание выполнили. Исплоченность получили. Так, давайте посмотрим. Так, а дальше, наверное, я пойду сканить в регионе, где низкая сила адвента, единичка. Пока можно так делать. Ищем там миссии. Помогаем сканить. Да, Крис Хунт опять врывается с анимешными своими темами. Новая миссия здесь же. Один день. Но сюда я не могу, к сожалению. И здесь контролирует регион босс, кстати. То есть, есть всегда вероятность того, что там будет босс. Два дня. Да вы издеваетесь. Так, а здесь у нас нейтрализация, и надо понять, что, ну, то есть здесь есть, здесь может быть герой, может быть герой. Не знаю, какая вероятность встречи с ним, но прошлая встреча с героем обернулась гуфом. Здесь уничтожить випа, но такие миссии, как правило, надо выполнять, начиная с эвака, а потом уже, потом уже... Для начала добраться до... Эвак далековато от цели. Специалист у меня не очень опытный, поэтому вероятность того, что нам удастся сломать и уж тем более захватить дрон, она довольно низкая. И я дошел. Ну все, ггшечка. Начало плохое. Сейчас надо идти на эвакуацию, в первую очередь. Я попробую захватить дроны, так как сейчас мы его можем размочить 40%. То есть даже если он... у него увеличится защита, если не удастся захватить, то мы его должны убить. Есть. Берем под контроль. Под контроль берем дроны. Он нам будет служить три полных хода. Соответственно, может танковать, может делать разведку. Потому что уже половина ходов. Но хотя с другой стороны... Не, надо проходить. Надо проходить, дроны все равно будут убивать. Все, спулили еще двоих. О, троих. Так. Эти ребята посерьезнее. Офицер. Ох, жара. Ну надо двигаться, понимаете. Если я буду пассивно играть, то подкрепление будет. Подкрепление. Оглушение 95. Давайте рыц... этого... Офицера оглушим. Есть. На два хода причем, на два хода. Что? Игра! Ты достала, блин! Как так-то? Как это? Ну, надеюсь, что тот будет по дрону стрелять. Взлом все еще работает. Вот этот вот меня обеспокоит товарищ. Он может мне флангануть. А кажется, он не видит. Он дрона бьет. Есть. Дрон. MVP вообще этой миссии. Еще промах. Вообще найс. Овер. Давай. Ну, он тут вроде никого не флангует. Просто неприятно. Попадает, гад. Минус защита у пулеметчика. А, и он атакует все-таки дрон. Дезориентировал. Новобранца. Надо к випу идти. Ну, раз уж мы почти всех здесь убили, я думаю, надо ставить цель захват випом. Еще пак. О! О! Там... О! Пошла первая гренка. Встали они очень хорошо. Надо сбивать гранату. Очень жесткий пак. Мэг и два огнеметчика. Попади, убей, прошу. Есть. Ранение. Два ранения. Блин, дрон еще. Откуда? Нет. Дезориентировал. И что за подкрепа? Два человека пока. Это первая подкрепа, она простая. Или не два. Там я троих уже вижу по ногам. Три человека. Погнали, нормально. Там одного штурмаж заберет. Один сейчас овер будет стрелять. Ну где? Почему царапины, ребят? Не много. Все, добили. И успеваем этим. Но есть пара ранений все-таки. Но зато мы не просто устранили Випа. Мы еще его захватили. Забрали с собой. За это нам дадут больше. Два раненых. Но пак был жесткий. Понимаете? Вот врывается Мэкс бронированный. И два огнеметчика. И как бы у тебя огневой мощи просто не хватает, чтобы их забрать. Была бы вторая граната, было бы проще, конечно. И захватили Випа. А что этот Вип нам дает? Это кто такой, интересно? Но он не ученый, он не инженер. Он просто за него бонус дает. Так, разведданных соточка. Контакты сопротивления. Нам удалось достичь определенных успехов. Участники сопротивления. Контакты сопротивления. Давайте. Погнали. Снять радиооборудование с некоторых самолетов. И доработать его с его помощью. Нашу собственную систему связи. В целом, конечно, можно и новый контакт установить. Но я пока здесь не окучил. Тем более, видите, один, два. Сканем. Пришелите использовать опытных солдат, чтобы точнее стрелять. Это событие. Получили материалы и 23 сплава. Инженеры освободились. И в теории миссий должно быть много. И отличное. Элитный приклад нам выдают. Это снайперу топовый мод. Девять дней. Во. Разбойное нападение. Захватите ресурс Адвента. Дикость. Разведка сообщает о высоком консультации звероподобных противников. Ах, это безликие. Это голуби безликие. Те, которые... Вот так вот они делают. То есть, любой, любой мирный может оказаться безликим. Я их не видел еще в лонгворе безликих. Материалов нихрена нет. Через два дня добавят. Расчистили. Сто баксов, ребят. Сто баксов. А больше некуда инженеров. Я буду копать Иллерий. Так, миссия. 7-9. Разбойное нападение. Да, и помним, что здесь дикие. Ок, друзья, всем добрый вечер. У нас девятая часть. Но это первый трай, первая попытка. Все как обычно. Блин, здесь нужно было ниндзю брать. Тут не будет стартов скрытности. Или будет дикость, смотрите. Сколько ресурсов? Раз, два, три. Четыре. Четыре. Окей. Дикость, дикость. Не забывайте. То есть, если ты подходишь достаточно близко... Подчеркивание. Вау! Там у них хитов по 15, по 20. 15. Я не знаю, как их убивать. И они просто параллельно мне идут. Ну, видимо, надо... Надо сейчас сокращать. Кажется, смещаются как раз на эту клетку. Да, погнали. Погнали. Промах! Промах! Капец, ребята, что вы делаете-то? Убежали. Есть семерка, попали, хорошо. Еще, еще, еще лазерное оружие. С бонусом по меткости. Минус один из хитов. И ниндзя у нас все обнаружен. Пристрелка, сто процентов. Давай, вот, 84 дальний. Тебе-то можно, если что, промазать. Ну, можно, но не нужно. Хорошо. Хорошо. Три. Тютелька в тютельку. Это последний ход был. Минус три. Вот и все. А-а-а. Они все здесь такие. Мэг, нет, не все. Мэг сверху. Ну, что мы мажем, а? Милишник и Мэг. Почему могут сразу стрелять? Они... Овер. Я не знаю, мы будем попадать или нет. Понятно. Так, точно взрывает, пробуем. И... Враги. О, еще пак. Ну, ггшечка. Еще два пака, короче. Сколько их? Восемь. Все, да? Твою же, шметь. Че мне делать? Фланг кого? Фланг этого. Давай, сюда прыгаем. Он может танковать, он может врываться. И должен врываться. Ой. Так, кто? Не факт, что убьешь. Но так вероятность выше. Есть. Минус один. Сейчас второй выстрел. Хороший вопрос, погоди. Так, ну тут дуплет. А дуплет сколько дает? Восемь, шестнадцать. А у него... А у него дохренашность. Лучше выстрелить, наверное, два раза по 4-7. Ну что, варианты просто убить вот этого дальнего. Раз. С двух выстрелов. Не факт, что получится. Патроны в пасть вообще. А, у меня два рейнджера. У-у-у. У меня два рейнджера. Алло. То есть мы убиваем Мэка. Здесь станем этого. И действует только один милишний. Вообще разрулено. Почти разрулено. Погоди. Может здесь дуплетик? 76, 36. Не-не-не, просто стреляю в этого. Давай, Тейка. Можешь что-то бить, может. Есть. И лут. Класс! Класс! Элитный лазерный прицел, максимальный крит. И у нас еще этот товарищ может покоцать милишного. Погнали. Почти убил. Вообще почти в один ход разобрался. А, подожди. Может еще разберемся. У нас же еще специалист. Я понимаю, что там вероятность низкая. 40%. Но чудо есть чудо. Да! Кто, папка? Кто? Ребята, кто тут? Чо мандер главный? Я не понял. Я не понял, что происходит. Все, лутать! Не, ну это было непросто. У них суммарно тупо количество здоровья было в космос. И никого не взорвали, главное. Весь лут соберем. Никаких ранений. Четыре хода до подкрепа. Сейчас мы таскаем лутецкие весь. Да здесь. И последний лут. Все, собрали, всех убили. Урона не получили. Разуплотнили по-царски просто. Ох, накажет меня игра, накажет. Я чувствую переходы до сектопода. Ну тут такое не падает. Просто. Просто. Классно, да? Безупречно. Причем были мэки, были безликие, жирные. Но без лазерного оружия я бы здесь справился. Это вот к вопросу об эквипе. 65 материалов, 13 сплавов. Элитное лазерное автозаряжение, модифицированное заряжение. Опа! Засада. И чародей может быть здесь. Странники будут. Блин, странники. Странники это зомбари в большом количестве, да? Странников не видел несколько лет. Просто вот 3-4 года с момента прошлого и прошлого. Сейчас могут идти. Это типа зомбари, которые ходят сравнительно медленно, но их очень много. Их очень много. И там, кажется, работает тема, что если ты одного убиваешь, то ход не заканчивается. То есть ты можешь их нон-стоп... Сразу, что ли? Враги? Похоже. Ну, ясно. Ну, че такое? 54 мутон. Капец, они такие плотные, а? Ранение есть. Хорошо. 74 пристрелка. Отлично. Там плюс не 10, а 20. Рейнджер работает. Хорошо. Здесь надо Мэка убивать просто. Поехали. Раз. Ну, бронебойные патроны. Это наше все. Пытаться убить. 74. Пытаться. Но у него броня, я не проблюстрился. И вот возникает вопрос, мне идти вот таким макаром или нет. А, подожди, я же увижу. Вот так хорошо будет. Да? 28. Ну, хотя бы так. 44. Гроун. Есть. Минус мутон. Оглушили. Перезаряжается. Ес! И стреляет. Нормально. Живем. Блин, я уже хочу броню нормальную. А что за действия? Почему попали? А что за действия? Почему действия? Какое действие? Надо прочитать описание. Тут забрались. Уже в тылу у меня. Надо было бежать. Сейчас будет вымесить меня в спину. Иду за фулл кавер. Как? Ошибка. А, дверь простреливается. Стреляю раз. В первую очередь надо в лазерной винтовке. Да как? 74. Блин, ну мутон же может кинуть мне сейчас. Нет, дым все равно надо сделать. Подскажите, три раза пальнуть или... Три раза пальнуть или три раза муфу? Толпа странников. А, вот они как. У-у-у, вот они странники. Побежали. А они работают же и против тех, и против других. Да! Да! Это же хаос просто, детка, это хаос. Они сейчас будут действовать и против них. Этот под фланг подставился. Дым фулл кавер. Есть. Держимся, держимся. Блин, круче триллера какого-нибудь просто. Сидишь, играешь. Одно дело фильм смотреть вообще. Абсолютно не те эмоции. У этого халявный перезарядка. Вот кому надо было халявную перезарядку давать? Идут. Есть, отстрелили того, кто на нашего бежал. А этот на... Нет, 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 не прикрывай мутона. Хорошо, сейчас мутона протакуют. Может он не дойдет. Или дошел. Овер. О, странники здесь рядышком. Блин, оверы пошли наши. Ну, они сейчас заняты будут. Бежит мутон. Нет. А, стреляет по ним. Хорошо, мы мутоны, в следующий раз будем... Будем штурмовиком. Такой хаос, странники. Я уже забыл про этот... Про то, что они вытворяют. Промах, полу кавер. Дезориентация. Там надо взрываться на них будет. Что за нами еще двое бегут. Я думаю, надо подходить уже. Подходить, убивать мутонам. Помогать нашим. Мутон. Из мутона лут. Терпим еще ход. Ну, это последний точно. Все, пошли странники, слышите? Да, оголчительный взрыв привлекает. С богом. Странники идут на меня. Здесь овер должен сработать какой-то. Как он добегает? Лежит дезориентация. Прячется. Блин, ниндзя без защиты. Повезло, что не попал. Но очень близко. Блин, он джопа. Ладно. Все, больше сделать ничего не надо. Надо было жилет ему давать. Я не знаю, почему не дал жилет ему. Три человека. Гранатометчик. Стрелок. И они падают на площади мимо... Ну, между нами. Так, это не фланг. По кому? Есть. Только не попали. Есть. Живем. Живем оперативниками. Дуплет. Тороплюсь, кажется. Скорее всего, режут. Молодец. Осталось только два их как-то ушатать. Сто, стопроцентный крит. Видите, мы ему крит прокачали. Гарантированно убиваем. Остался один. Вообще, такое-то комиссия. И познакомились с этими. Ух. Все, наивак. Быстро, быстро. Есть, нормально. И штурмовик последний выстрел. Добивает. Добивает оставшегося. Что за валидол? Вы достали вообще. Подкрепа. Это уже третья подкрепа. Там четыре человека может упасть. Капец. Два мэка. Блин, еле-еле. Потому что через машину нельзя бежать. Капец. Все время молиться. Странники. Может, они появятся? Отвлекут? Не, они не появились. Праги действуют полноценно. Флангуют меня. Крит сразу же. Это жопа. Ну, сейчас овер будет. На рывке пытаюсь. Но это очень больно сейчас будет. Держись. Четыре хита. Один хит. Ой, какая же изяевая миссия получилась. Вообще. Кондии надо включить. Двадцать пять человек убили. Просто миссия. Триллер просто. Просто триллер. Двадцать три дня рейнджер отдыхает. Элитный прицел. Вау. Элитный прицел рейнджера обязательно. Технофобия. Может, при встрече запаниковать с мэком. Ооо. Спасите сторонников. Большая карта. Погнали. Как же выжимают миссии вообще. Особенно первый раз. Я же сторонников не помню. Они раньше по-другому действовали. То есть, да, они триггерились. Ну, появлялись. Гранаты привлекают внимание сторонников стабильно. И ты их можешь перестреливать. И они реально работают. И найти их на других. То есть, они на врагов нападают и на тебя. Камера понятна. Эвак. Эвак. Пограничный. Да. Обычный пулемет. Снайперская винтовка. Дробаш. Обычный пулемет. Так. Смотрите. Отталкиваемся все-таки от Ивака. То есть, будем действовать вот отсюда. И двигаться будем отсюда. Нет. Блин, одного не увел. Но он стоит без кавера. Погнали. Сейчас точно с пулем. Так, ладно. Ракета, огнемет, снайперы. Сейчас overwatch. Сразу два пока. Бежал ваш канал на столе. Или велик. Привет. С богом. Сто лет на ГГ не был. Ну что, что такое? Ты от Семиха шкирился. Как пуска, а не чамана. А теперь прицел. Салат крошит. Молодец. Ох, минус один. Спасибо тебе. Очень хорошо постреляли. Почти минус два. Два сектоида сразу на овер. Убрали. Красиво. Вот эти меня беспокоят. Здесь, скорее всего, сразу рокет. Разбежались очень хорошо. Давай так, без ракеты. Огренку кинем. Может, кавер снесем и расстреляем каким-то макаром. Да, кавер сняли. Даже у него не было этого сапера. Все равно кавер сняли. Змея подставилась. Или лучше стан. Давай стан. Давай стан. 86-74. Разница большая просто. Все, змею выключили. Там вполне может быть пак. Лучше дымчанский. Причем дымчанским закидываю сапресс и медика. Еще целый пак где-то. Побежал. Хорошо. О, ай, блин, стреляет. Попадает. Защита, защита, защита. Поглощает урон. Овервотч. И ответный овер. Нет, просто стрельба. Отлично. Помним про овер. Из ориентации. И сейчас сдвигаемся направо для того, чтобы флангануть этих двух убитий. И заодно сразу проверяем, есть ли там пак справа. Потому что надо же двигаться вперед, правильно? Помним, что у нас сзади эвак. Сейчас надо будет... Надо воспользоваться оставшимся ходом для того, чтобы перезарядиться. Да. Фак. Попадаем сразу огнеметчик. Но они только сейчас спулились. Два человека. Оба с крыши прыгают вниз. Хорошо. Все, сейчас забираем их. Но... Но... Стоимость... Короче, сэкономили бы разве данные. Ух, но освободили наших пацанов. Еще лут. Как он взорвался. Все. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Без ранений вроде обошлись. Всех спасли. И это без лазерного оружия. У нас тут не было человека с лазерным оружием. Повезло. Хорошо постреляли в начале, помните? Из первых двух паков просто сразу двух сектоидов отстрелили. Модифицированный прицел, уклонение, ядро и лири. Слушайте, а может быть мы на деньги сейчас сделаем все-таки какое-нибудь здание из серии, чтобы... Персональные боевые модули. Нам нужна... Это партизанская школа, да? Но нам для этого нужно реле питания, как минимум. Начнем с него. Реле питания. 120, да? Откуда деньги-то? Вы что? Еще новая цель. Пять дней. Спасите випа из камеры. Там будет ниндзя. Ох, хорошо-то как, а? Давайте сюда отправляем ниндзям. Отправили хошкам на эвак. Три дня. Кого-то надо, наверное... Ну вот были бы у меня лейминги, я бы отправил... Не, надо еще посмотреть с радиовышками, какая механика. Я не помню это. Рейд за материалами. Сколько время? Четыре дня. Если гасануть, разве данными? 13-15, да? Да и никого мне брать. Мне нужно вытаскивать людей из миссии. Новая цель. Семь дней. Нейтрализация. Хорошо. Сюда можно отправить человека. Парочку какую-нибудь, которая... А, стоп! У меня еще центр секретных операций. Блин, отвлекаюсь. Что тут? 70-64-53. Взаимосвязь между солдатами. Такое себе. Радио сопротивления. Доступные ретрансляторы. Важно. Для постройки ретранслятора отправьте мстителей в регион, в котором хотите его построить. Откройте окно управления убежищем, что же, что же, что же, что же, что же, затем начнете кнопку строительства. Кстати, у нас тут проникновение 100%. Погнали. Пытаемся вытащить ученых. Кажется, здесь у нас Хавк, да? Или не Хавк? По внешности Хавк. Где Ивак? Ликоватым. Всегда эти миссии так, так, на это самое. Но Ниндзи уже уходит. Ниндзи уже уходит, хорошо. А, и ученые тоже уходят. Изи. Хорошо. Молодец. Аккуратненько так. Тык, тык, тык. Никого не убили, но эта миссия не про убийство. Опыта мы и так получим. А-а-а-а. Я не то тыкнул. Блин, я не то тыкнул. Я не домотал. Капец. Дурак. Сейчас будет врагов полтора раза больше. Что-то я уже торможу. Хорошо, Ивак, близко к ВИПу. Я ушел в угол карты, а там дрон. И он на меня летит. Да. ГГ. Ну, как бы Хаб сейчас просто... Просто Аркадий. Он бежит на фул. У него впереди еще... Да, спулили. Сука. Может, в плену, может, кровотечение. И сейчас выстрел дезориентации, и он может убить меня. Так, вот здесь уже серьезная война будет у нас. Да, миссия на освобождение. Это стандартная тема. То есть вы... Это одна из тех тем, которые мне очень нравились во втором XCOM и по сравнению с первым. То есть там ты можешь, конечно, всякими-то мошенниками и прочим, там, генной модификацией сделать так, чтобы солдата невозможно было... Ну, то есть нельзя было шотнуть сразу. Ну, хотя со старта миссии это... Ну, со старта игры это все равно где-то в середине игры-то у тебя появляются такие возможности. Но, тем не менее, здесь ты можешь человека оставленного спасти. Это... Это хорошее восстановление, так скажем, взаимоотношений. Потому что ты привязываешься все равно к... Так, взрыв контейнера. У нас же контейнер. Ё-моё. Так. Ага. И шум прям по курсу. А шум это ближайший пак. Я слышу шаги. Вот они, да. Ой, очень простые. Один офицер и двое базовых. Как будто первая миссия. А, силы адвента же один. Так что нормально, могут быть такие паки. Нет! Как? Как, твою мать? Я же всех видел. Я проверил же по клеткам. Сучок, а? Не хочу гранату тратить пока на базовых. Есть. Одного минус 0 и 50 на 50. Это только начало. Там еще два пака. Стреляет. Мимо. Хорошо. Сапресс работает. Это подходит. Надо сейчас будет сокращать. Хорошо. Можно гренку. Можно гренку, конечно. Что по вялости? Да, да, да. Я не понял, что по вялости. У меня вроде нормально все. Они, говорят, вялый. Перо под ребро. Чуть-чуть на клеточку наступает. Все сразу. Ладно, погнали. Если они двинутся, то, скорее всего, да, поехали. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И все мимо. А, сектоид. Два пака спулили. Пытаемся попасть. Промах-промах. Вот так вот нам надо делать. Потому что этого все равно мы флангуем. Снимаем. Броню. Ну, не видно вроде. Все нормально. Никогда бы так не стал делать вообще. Никогда. Никогда бы так не стал делать. Но получилось просто. Фух, а потом врезаемся. Там ниндзи режем. Там светошумы кидаем. В общем, там надо будет врываться хорошо. Он выбегает из-под кавера. Получает выстрел. С одним хитом. И... Сейчас будет грянка. Офигеть. Нет. Массовая дезориентация. Короче. Это ГГ. Миссия, кажется, мы запорим. Стреляет. Грянка есть еще одна. Нет. И я забыл вызвать рейнджер. Надо было это делать сто лет назад. И еще пять ходов ждать. Как же из-за фэйл? Просто из такой ситуации. Два дезориентации и все. Сейчас. Сектоида можно пожечь. Я думаю, это единственное, что мы можем застолковывать сделать. Или змеюка. Змеюка опаснее. Возьмуку. Блин. Ну, сток рейд здесь убьется кто это. Убил. Проверяй. В одном шаге от ранения. Хорошо он стреляет по-другому. Хорошо. Без ранений. Старался аккуратно. Но две дез... Я почему-то думал, что у него не будет двух этих. Главное, опыт получим. Ладно. И ранений не получим, надеюсь. Хотя уже есть одно ранение. Я думаю, надо лучше выглушить. Четыре, шесть. А, нет, нормально. У меня просто минималка в прошлый раз. Пять нас устраивает. Да хватит четыре-то выкидывать. Два раза подряд. Ну, дорезаем. И это он. Ну, наш товарищ Линдзе может кого-то поранить. 36% что? Браток, браток. И крит! Нет! 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 Сука! Все, друзья, на сегодня хватит. Конечно, сегодня было классно. Многое успели сделать, но... И те, как на этой миссии в конце. Вроде правильно дело. Избавлялся от самых опасных. Но в результате самым опасным оказался человек с дезориентацией. Просто миссия не запорол. Не опорол. Спасаем нашего. В госпитале его. Массажистки примут. Подкрепы из трех. Ой, там сектор же сейчас вернется. Ой, я вообще торопился. Сейчас меня еще могут забрать человека. Ну, паника, контроль, до свидания. Капец. Аспирант под ударом. Держись, держись. Андрей, держись. Блин, попали, суки. Почти фланг. Сколько он будет паниковать? Вот, два. Есть, паника прошла. Кроссовый аспирант. Беги. Есть. Ох, сегодняшняя, конечно, выпуск. Это просто космос. Мне понравилось. Я получил порцию адреналина. Для очень сложной операции XCOM получает плюс четыре очки способности. Типа, он дополнительный. Убого. Да, унижайте меня. Давай, дави. Сейчас нам расскажет еще. Ранение. У ЖКХ 22 дня. Семь дней. И... Полученная черта. Игорь ЖКХ боится сектоидов. Боится сектоидов. Можете паниковать, видимо, в самый ответственный момент. Все, друзья. Благодарю еще раз, что смотрели. Спасибо, что заходите на ГГ. Спасибо, что регитесь, общаетесь в чате. Без вас вообще никак. Спасибо, что заходите на ГГБ.